всем привет и добро пожаловать на канал бибитаки dolls и сегодня я расскажу как сделать мебель для кукольного дома и давайте начнем с материалов которые я буду использовать я использую материалы с которыми просто работать они дешевые их легко купить начну с основного и это пенокартон в моем случае это белый пенокартон шириной 5 миллиметров пенокартон это материал который используется архитекторами когда они делают какие-нибудь модели зданий например то есть это материал гладкий который хорошо держит форму он очень легкий на самом деле внутри здесь что-то вроде пенопласта вспененный и сверху покрыт гладкими какой-то бумагой картоном то есть это гладкое покрытие и он легко режется резаком на нем легко рисовать и легко с ним работать купить пенокартон вы можете в каких-нибудь магазинах вроде леонардо или в интернет магазине вроде озона второй материал это переплетный картон переплетный картон это картон такого серого некрасивого цвета он шириной примерно 2 миллиметра бывает чуть меньше чуть больше у меня формате листов а4 он очень плотный с ним тяжелее работать но он очень крепкий выдерживать например больший вес и при этом он тонкий самоклеящаяся пленка у меня с принтом под дерево это очень удобный материал это такая виниловая наверное пленка на бумажной основе вы отклеиваете бумажную основу у вас остается пленка и вы можете этой пленкой обклеивать например детали из пена картона или из переплетного картона чтобы выглядело как деревяшка они как кусок картона склеиваю детали я с помощью клея момент если вы склеиваете пена картон друг с другом без обтяжки пленкой то склеивать клеем моментом нельзя потому что вот это вспененная основа на которой сделан пена картон растворяется от клея момент если вы делаете без обтяжки тогда склеивать и каким-то другим клеем например пва и конечно же линейка карандаш и хороший острый резак пожалуйста будьте аккуратны со всеми инструментами если вам еще не очень много лет то обязательно попросите помочь старших и пожалуйста никогда не режьте картон прямо на столе обязательно подложите что-то плотное например кусок гофрокартона и режьте на нем чтобы не испортить мебель и конечно будьте аккуратны с клеем особенно если вы используете например горячий пистолет и сегодня мы сделаем сафу нам понадобится несколько деталей ножки их будет 4 штучки размером 4 на 7 сантиметров сидение 20 на 7 сантиметров подлокотники размером 4 на 7 сантиметров сам матрас это будет две детали из пинокартона 20 на 7 сантиметров и подушки их мы сделаем из обычного картона и скрутим они будут 6 на 7 сантиметров и расчерчиваем и вырезаем детали это у нас сиденье это матрас и это тоже матрас 4 ножки и еще два подлокотника они такого же размера 4 на 7 сантиметров и теперь вырезаем детали для того чтобы вырезать пенокартон возьмите очень острый канцелярский нож прикладываем линейку ставим нож вертикально и одним уверенным движением отрезаем теперь сиденье ножки и подлокотники нужно обтянуть самоклеющейся пленкой я беру цвета темного дерева чтобы было удобнее отрезаю кусок шире чем 7 сантиметров но шириной примерно 9-10 сантиметров отклеиваю часть пленки от задника и прикладываю наше сиденье лишнее пока отрезаем переворачиваем и все приглаживаем обрезаю уголки и заворачиваю заклеиваю боковинки важно хорошо натянуть пленку чтобы не было пузырей и обклеиваю так все детали ножки и подлокотники нужно будет обклеить с двух сторон следите чтобы деревянный узор на одинаковых деталях у вас шел в одну сторону чтобы обклеить эти детали с обратной стороны тоже прикладываем их на пленку и аккуратно подрезаем край теперь сделаем обтяжку матраса обе детали складываем вместе я хочу чтобы мой диванчик был мягкий поэтому беру мягкую ткань и вырезаю ровно по размеру и накладываю слепку и накладываю на матрас теперь его надо зафиксировать можно приклеить прям клеем не переборщите с клеем чтобы он не проявился на внешней стороне и не испортил вам обтяжку дивана теперь берем ткань для обтяжки нам нужно взять с большим припуском на швы сантиметров по 5 с каждой стороны прикладываем в серединку и начинаем обтягивать и фиксировать я буду фиксировать бумажным скотчем можно взять ту же самую пленку самоклеящуюся и зафиксировать ей начинаю с короткой стороны натягиваю и фиксирую аккуратно загибаю уголки и смотрим что у нас получилось чтобы было более реалистично я хочу здесь сделать пуговьи для этого нам понадобится хорошая большая иголка и нитки в тон карандашом отмечаю где будут пуговки 2 1 2 1 2 1 и 2 и теперь делаю стежки важно хорошо затянуть чтобы получилось углубление и с обратной стороны хорошо фиксирую нитку вот так у нас получилось и теперь сюда можно приклеить декоративные пуговки можно этого не делать и оставить так пока я сделаю без пуговок и уже в конечном результате посмотрю хочется ли мне их добавить берем сиденье не обклеенную часть и наносим на нее клей хорошо промажьте края и наклеиваем на нее мягкое сиденье обратите внимание что если вы склеиваете пенокартон без обклейки и будете наносить клей вот на эти срезы то ни в коем случае нельзя использовать такие клеи как момент он его растворит воспользуйтесь в таком случае клеем пва если вы наносите на гладкую часть то все в порядке теперь по бокам приклеиваем подлокотники такая у нас получилась кроватка и теперь приклеиваем к ней ножки делаю пометки через каждые четыре сантиметра так у нас на одинаковом расстоянии будут четыре ножки и вот так выглядит наш диванчик и осталось сделать только подушки вырезаем из картона две прямоугольные детали их ширина 6 сантиметров если у вас достаточно плотный картон то можно сделать длиной 7 сантиметров и сразу скулью скрутить валик у меня картон не очень плотно и поэтому мне нужно будет сделать его в несколько слоев потом я сделал не 7 а 14 и таких деталей мне понадобится 2 чтобы себе помочь я возьму катушку ее диаметр примерно полтора сантиметра и вокруг нее оборачиваю картон и заклеиваю край катушку извлекаю и скручиваю второй валик вот так будут выглядеть наши валики по краям диванчика и теперь нужно их обтянуть тканью беру ткань и оборачиваю вокруг валика края края засовываю внутрь валика теперь срез нужно зашить край немного подгибаю чтобы ткань не распускалась и зашиваю вытаскиваю одну завернутую часть и тоже подшиваю теперь вот эту часть подворачиваю немножко внутрь и прошиваю край и затягиваю его затягиваю и нитку завязываю перекатываю валик к самому краю чтобы вот эта зашитая часть оказалась в центре и теперь то же самое делаю с другой стороны чуть-чуть высвобождаю примерно на пол сантиметра и делаю шов по краю так хорошо затягиваю и зашиваю дырочку вот такой валик у вас получится и теперь делаем то же самое со вторым валиком вот такие валики у нас получились и теперь мы их приклеиваем к упаковинкам и вот такой диванчик у нас вышел еще вот так что